Приятная достаточно, очень полезная, приятная упражнение, голову вниз, при этом таз за спиной. Ребят, представляете, завтра, 27 февраля, у меня день рождения, 27 лет. Нам привычно подводить итоги, когда приближается Новый год, но мне кажется, что день рождения в этом смысле подходит гораздо больше. В преддверии дня рождения я активно вспоминаю, каким был 26-й год моей жизни и довольно непростым, во многом очень трансформационным. В феврале прошлого года я переехала в новую квартиру, потому что мы съехались с молодым человеком. Это мой первый опыт совместного проживания, и несмотря на то, что он прошёл относительно легко, как мне кажется, это всё равно было нечто новое. И вот этот период налаживания быта с новым человеком совпал с моим жесточайшим выгоранием, которое я испытывала, ведя другой YouTube-канал про книги. И вот как раз летом, в прошлом году, я закрыла свой книжный канал. Это решение было максимально правильным, мне понадобилось очень много смелости, и я горжусь, что смогла. Этому поспособствовали ряд других факторов, но если начну об этом говорить, получится слишком длинно. Могу сейчас назвать один важнейший фактор, это предстоящий переезд в Сербию. Мы жили в Сербии вместе с молодым человеком по причине его работы. Сначала уехал туда он, потом через несколько месяцев я прожила там пять месяцев, и вот месяц назад вернулась домой. Сейчас живу у своей мамы, это так кратко для контекста, потому что у меня есть новые зрители, которые не в курсе. Пожить за границей, пусть и несколько месяцев, это тот ещё трансформационный опыт, эффективнее всяких тренингов по личностному росту. Какое-то время я не могла расслабиться и дать себе время на адаптацию, которая мне была так необходима, и психолог буквально меня спасла, потому что именно на сессии мы обсуждали то, насколько часто я выдвигаю к себе определённые требования, именно завышенные требования, что не даёт мне расслабиться и наслаждаться жизнью в полной мере. Без этих сессий, сто процентов, мне было бы там ещё более сложно. Всё-таки какая это ценная вещь? Терапия. Одно из лучших решений в моей жизни начать заниматься с психологом. Вы наверняка замечаете, что я при любом удобном случае транслирую ценность терапии. Сегодня хочу вам предложить сделать тот самый первый шаг и записаться к специалисту, воспользовавшись сервисом психологического консультирования PSAI-PSAI. На сайте вы заполняете анкету, чтобы система подобрала специалиста конкретно для вас. Уникальность в том, что есть возможность выбрать общаться с психологом в любом удобном формате. Это аудиозвонки, голосовые сообщения, видео или переписка. Как только что-то забеспокоило, вы можете в мессенджере написать об этом специалисту. Позже, вероятно, вы захотите перечитать историю сообщений, я бы так точно делала, чтобы еще раз все отрефлексировать, и это значительно повысит эффективность терапии. Я всегда говорю, что психолог может не подойти с первого раза, со второго, и это абсолютно нормально. В рамках сервиса PSAI-PSAI вы можете заменить специалиста в любой момент абсолютно бесплатно, написав поддержку. Заботиться о ментальном здоровье крайне важно, поэтому я приглашаю вас перейти по ссылке на экране или же в описании под этим роликом. И оформить подписку со скидкой 500 рублей или 9 евро, если вы за границей. Скидка работает на первую неделю пользования по промокоду Рыжова. Желаю вам, ребята, эффективной терапии. А мне осталось накрасить только реснички и губы. Макияж готов, мой классический, стандартный. Я волосы закалывала крабиком, чтобы челка мне не мешала. Ой, какой объем классный. Представляете, волосы держат объем самостоятельный. Я никакие укладочные средства не использовала. Немного о том, какую любовь испытываю к карандашу, который сейчас у меня на губах. Это NYX в оттенке 857. Я как раз в Сербии купила себе полный размер. А вот эти не выкидываю, дожимаю, так сказать. Добрый следующий день. День моего рождения. Да, у меня видок пока не праздничный. Я только что сходила за тортиком, заказывала себе красивейший бента. Мне уже скинули заранее фотографии, поэтому я знаю, как он выглядит. Все получилось так, как я задумывала. Очень красиво. Сейчас приду, позавтракаю. Я не успела этого сделать. Накрашусь, наряжусь. Вот, фотографироваться. Я еще свечки такие себе красивые купила. Так, как тут пройти-то? Ой, все должно быть классное настроение. Просто супер. Ситуация. Я хотела снять Айлс с тортиком, со свечками и параллельно со своим преображением. То есть первый кадр до должен был быть без макияжа. Я об этом вспомнила только тогда, когда уже докрашивала губы. Сидела, думала, что делать? Может быть, смыть макияж? Отснять этот кадр? Накраситься заново? Ну, я понимаю, что не хочу тратить на это время. Правда, не хочу. Так стало обидно, потому что рилс я в любом случае сниму, но уже не получится так эффектно, как было задумано. Ну, ладно. Явно сегодня не тот день, когда нужно расстраиваться. На днях мне пришла новая косметика, и некоторые продукты я использовала в сегодняшнем макияже. Во-первых, это жидкие металлические тени от Luxe Visage в оттенке 07. Я очень рекомендую вам попробовать, потому что они сияют невероятно, наносятся очень легко и супер стойкие. У меня вообще ничего не скатывается. Главное быстренько растушевать и нанести тонким слоем, потому что толстый слой, вероятнее всего, потрескается. Это совершенно нормально. И я сегодня оформила брови с помощью маркера. Вообще, именно данный тип продукта для бровей позволяет сделать максимально натуральный эффект. Кажется, что у меня брови вообще не накрашены, но нет, это все натуральный эффект благодаря маркеру от Influence в оттенке 01. Я пробовала и другие бюджетные маркеры для бровей от Венсабо, от Диваж, но в самых светлых оттенках они мне были настолько темные, что это выглядело на бровях ужасно. Какие-то пеньки, которые очень сильно выделялись среди моих волосинок. А вот этот маркер, он дает просто идеальнейший эффект. Если вы сталкиваетесь с такой же проблемой, как я, что все вам маркеры темные, и у вас не получается это супернатурально прорисовать, уверяю вас, с этим маркером получится. Даже стараться не надо. Еще в посылке были вот эти продукты. Четыре маски для лица тканевые от ConSli. Они бюджетные и хорошо работают. Для экспресс-увлажнения перед макияжем самое то. Крем для рук от Pussy. Достаточно легкий, но при этом комфортный и очень приятно пахнет. Если вам нужно супер-увлажнение, то лучше, наверное, выбрать что-то другое. Но он меня полностью устраивает за свою цену. Вообще супер. И упаковка у него симпатичная. Диваж – это тинт для век, щек и губ. Пока не попробовала, потом вам расскажу. Консилер от Catrice. Он очень хорошо перекрывает. Открыла его несколько лет назад. Давно не пользовалась. Вот решила вспомнить былое. И тинт от Luxe Visage. Этот продукт меня очень сильно интересует. Отзывы противоречивые. Кто-то в восторге. Кто-то говорит, что вообще нестойкий, плешивит. Ну, попробуем. Вам тоже все буду рассказывать обязательно. Пока окрасилась, мне привезли цветы от Вовы. Давайте вместе устроим эту распаковку. Я уже чувствую этот потрясающий аромат. Просто обожаю цветы. О, боги, какие они красивые! По-моему, эти розы называются французскими. Обалдеть! Мне они даже нравятся больше, чем, так сказать, классические. Первый день я всегда ставлю букет прямо в упаковке, чтобы полюбоваться на эту красоту. А во второй день я уже все выбрасываю и подстригаю стебли. Вау, ну это просто восторг! Я даже не сразу поняла, насколько красиво вместе будет смотреться коробочка с тортом, которую я, к слову, не выбирала. И букет сфотографировала, все по красоте сделала. Хочу снова с вами распаковать на этот раз торт. Момент истины. Да-да-да-да, какой же он красивый! Ну вы посмотрите! Начинка, кстати, сникерс. Я попросила сделать вот такие бантики из настоящей ленты, естественно. Получилось невероятно! Я очень довольна! Купила на днях такие свечи в магазине у дома. Очень тоже красивые. Хотела сначала серебристые, но были только золотые. Ну такой, знаете, цвет шампанского. Очень симпатично. Думаю, вполне себе сочетается с тортиком. Я 26 заменю на 27. Ну то есть цифру 6 заменю на 7 для видоса, если что. Я засняла Reels. Получилось очень красиво. Все, как я планировала. Все, как я представляла. Вот она моя конечная композиция. Я уже фоточки поделала. Успела до того, как ощутимо догорят вот эти циферки. Как же мне все это красиво и приятно. Вот такой вот у меня лук на мое 27-летие. Все, как я люблю. Классический черный пиджак. Топ. Мои любимые украшения. Нюдовый макияж, но чуть-чуть ярче, чем обычно. Я сняла все, что хотела. Пофоткалась с тортиком, с букетом. Принимаю сегодня целый день поздравления. И чувствую себя абсолютно счастливой. Но это счастье такое спокойное. То есть нет бешеной эйфории, адреналина. Мне просто очень хорошо и спокойно. Я такое состояние люблю больше всего, потому что в этом счастье чувствуется очень большая стабильность. И понимание того, что счастье в своей жизни я создаю сама. Раньше, начиная примерно с подросткового возраста, казалось, что в день рождения должно произойти что-то невообразимо чудесное. Что конкретно, конечно, непонятно, но вот оно должно обязательно произойти. И ты чего-то ждешь от этого дня. Ты чего-то ждешь от других. И когда ожидания не оправдываются, а это чаще всего и происходит, наступает разочарование. И как-то грустненько в этот день становится. Поэтому удобно стараться делать вид, что никакого дня рождения не существует. Или же это просто обычный день, как и все остальные. И только в последние годы я поймала какой-то дзен. И с каждым моим днем рождения у меня получается чувствовать себя все лучше и лучше. Потому что раньше так было грустно, что ни о каком дне рождения даже и думать не хотелось. И дело не в том, праздную я его, не праздную. Дело во внутреннем состоянии. А оно чаще всего от внешних обстоятельств не зависит. Потому что, что бы ни происходило вокруг, человеку комфортно испытывать привычные эмоции. Даже если происходит что-то супер-классное, автоматически будут находиться причины, по которым расстроишься, будешь грустить. И я убеждена, что именно в наших силах перестраивать эти моменты и перестраивать свое состояние. Этому действительно нужно учиться. И я очень рада, что в этот день я чувствую себя очень счастливой. Хотя многое из того, что у меня сейчас есть, было и в прошлых годах. Но состояние у меня уже другое. Я стала взрослее, я стала мудрее. И я чувствую, что с каждым годом мне удается понимать эту жизнь, как оно вообще все устроено, чуточку лучше. Ну, это ли не счастье? Вот скажите. Я смогла. А где хлопки? Хоть один кто-нибудь? Вот, красота. Сегодняшний день вот на таких домашних вайпах. Я без макияжа, даже волосы не помыла. Потому что чувствую себя опустошенной. Я правда устала. Вчерашний день был очень насыщенным, очень эмоциональным, таким заряженным. И я оставила много сил. Как только легла ночью на кровать, сразу отключилась. Вроде выспалась, но все равно усталость ощущается. Я как будто бы на каком-то отходнике. Если что, я не пила. Я вообще алкоголь не употребляю. Действительно, вчера я переживала очень-очень много эмоций. Вечером приходил поздравить брат. Подарил мне очень красивые цветы. Сейчас я вам их покажу. 27 белых роз. У меня такой аромат в комнате от двух букетов. Это просто нечто. Мы посидели, попили чай с тортиком. Я снова задула свечи. На этот раз другие. Этот торт эксплуатировался по полной программе. Сегодня мне должен приехать подарок от Вовы. Пришло сообщение, что ожидайте курьера. Посылка у него. И ещё, представляете, мне сейчас пришла посылка от подруги. Я хочу всё это дело разделить. Сегодня получу, открою посылку от Вовы, а завтра уже от подруги. Действительно, у меня получается такая день рожденческая, праздничная неделя. Такие вот будни интроверта у нас с вами. Наконец-то посылка у меня. Подарок от Вовы. Доставить мне его должны были раньше, но там случились некоторые шероховатости. Углубляться в это не буду. Но то, что произошло сейчас, чуть не вывело меня из себя. Я действительно хотела разрыдаться. Приходит курьер ко мне домой. Вручает посылку. И я вижу, что это какая-то большая картина. Я не вглядываюсь, что на ней изображено, но думаю, в моём виш-листе картины никакой точно не было. Но вдруг Вова решил симпровизировать и устроить для меня сюрприз-сюрприз, подарить то, чего я вообще никак не ожидала. Я расписываю, что получила посылку. Курьер уходит. Я смотрю на эту картину. Там изображена какая-то девочка. Я вообще ничего не понимаю. Потом смотрю, что получатель абсолютно другой человек. И адрес там указан тоже другой. То есть курьер просто перепутала. И я тоже, блин, не посмотрела, как следует, что я вообще получаю. Я целый день жду этого курьера. Была в таком нетерпении. Плюс чувствую себя рассеянной. Это факт. Вот проверяйте каждый раз посылки, прежде чем курьер уйдёт. Судя по форме и весу, я уже знаю, что там. У меня были догадки. Хотя, когда я отслеживала посылку, там не был указан магазин. Но мой виш-лист не особо длинный был. Ух ты, как красиво упаковано! И я уже увидела название бренда, поэтому точно знаю, что за подарок. Я очень-очень хотела эту вещь. Мечтала о ней, представляете, с прошлого года. Но в одном бренде её уже раскупили. И фишка в том, что эта вещь сезонная. Она прямо на зиму. Возможно, вы догадались, какая здесь вещь. Всё, я уже забываю эту неприятную ситуацию с доставкой. Тут открытка такая симпатичная. Она не подписана. Если я не ошибаюсь, это ручная работа. Она такая красивая. Я сейчас заплачу. И сегодня очень сентиментальная. Я, правда, так долго ждала этот подарок. Я так рада, что Вова выбрал именно эту вещь. Она идеальна. Она прекрасна. Это такая сумка-меховушечка. Просто посмотрите, как хорошо, что сейчас ещё зима. Да, по календарю уже март. Но снег будет ещё лежать чуть ли не целый месяц. Поэтому я успею её поносить. Очень аккуратная сумка. Настолько качественно сделана. Тут ещё ремешок есть. Он, наверное, внутри. Да. Обалдеть. Сейчас буду примерять. Эта сумочка по цвету отлично подойдёт к двум моим курткам. Я обожаю именно нейтральный бежевый оттенок без желтизны. И прямо как на фотографии. Она шикарна, девочки. Я в восторге. Буду модничать. И 100% начнут спрашивать, откуда сумочка. Так рада, что нашла этот бренд. Вот чисто случайно эти сумочки попались мне в Reels. То, что я ищу уже год. Прошлой зимой дико хотела себе купить подобную, но её уже в одном бренде разобрали. Прелесть. Пойду наслаждаться и благодарить своего любимого. Девочки, я воскресла. Чувствую себя прекрасно. Вчера была ни на что толковая, не способна. Сделала укладку, накрасилась и настроение стало ещё лучше. Вот знаете, помыл голову, уже всё прекрасно. Я сегодня тестировала новые продукты в макияже. Возможно, для вас ничего не поменялось. И ничего нового на моём лице не замечаете. Но, тем не менее, я сегодня попробовала вот этот тинт от Divash. Он предназначен для щёк, век и губ. Именно таким образом я им сегодня воспользовалась. Оттенок 03. Он называется персиково-розовый. И показалось, что моей внешности подойдёт. И, в принципе, мне кажется, что я не прогадала. Давно думала купить какие-нибудь кремовые румяна. И когда я увидела тинт многофункциональный, подумала, вот оно надо брать. Камера, конечно, съедает цвет. Но в жизни у меня щёчки достаточно яркие. Сначала я нанесла слишком много продукта. И была вот этой самой Марфы Петровны. Но благо, кремовые продукты очень хорошо растушёвываются. И мы дело подправили. На губах у меня тоже сегодня этот тинт. Но, как видите, присутствует ещё карандаш. El Corazon. Вообще обожаю этот бренд. У них очень мягкие карандаши. Но на этот раз оттенок у меня Ореховая Пралине 258. Дальше кисточкой нанесла вот этот тинт. И, конечно, не забываю про блеск для губ. Потому что они у меня постоянно сохнут. Я без блеска, без бальзама вообще никуда. И на веках, как видите, тоже немножечко этого тинта. Получился такой гармоничный моно-макияж. Мне очень даже красивенько. Девочки, это просто восторг. Посмотрите на эту малышку. Она прекрасна. Сейчас буду выгуливать первый раз. Надеваю очки, потому что сегодня слепит солнце. Плюс ещё всё это от снега отражается. С очками реально гораздо комфортнее. У нас сегодня ноль. Можно было бы надеть куртку полегче. Но я пока не решаюсь. Вот так тоже хорошо. Решила примерить. Надеюсь, в апреле я уже вот эту куртку сниму. И вообще её носить перестану. Потому что она подустала. Третий сезон уже отрабатывает. Пора что-нибудь новенькое себе присмотреть. Это Lime. Коллекция старая. Сейчас вряд ли уже эта куртка продаётся. Но я её очень-очень любила. И люблю. Но опять же, она просто уже немножко потеряла форму. И подустала. Хочется чего-то новенького. Ну а сумка просто фрэш. Идеально. Интересно, как будет этот мех носиться. В описании указано, что он супер качественный. Там премиум. Все дела. Ну вот посмотрим, посмотрим. А как она выглядит, я в полнейшем восторге. Я забрала посылку от подруги, которая пришла мне ещё вчера. Я не знала, что тут целых два объекта, так сказать. И не подумала взять пакет. Было бы гораздо удобнее. Но благо, пункт самовывоза у меня очень близко. И на улице тепло. У меня такое чувство, что я сейчас расплачусь. Потому что я сняла распаковку вот этих посылок. Что там было? Какие подарки? Это просто разрыв. Меня сейчас столько переполняют эмоции. Я даже не знаю, как их выразить. Мне даже в какой-то момент не хватало воздуха. Я снимала целый час. Мне кажется, там очень много будет пауз на монтаже. Короче, смотрите сами, какой здесь кавардак творится. Просто вот подарочки, а вот мусор. Показываю, как есть. Сейчас буду всё это дело убирать, конечно. Я этот ролик специально снимала для Бусти. Это площадка, где я публикую эксклюзивный контент по подписке. Если вам интересно узнать эти живые эмоции и что же мне подарила подруга, поверьте, там есть на что посмотреть. Мне кажется, те люди, которые увидят этот ролик, они просто будут в шоке. Я вам оставлю в описании ссылку. Она есть под каждым моим видео на Бусти. И через эту площадку вы можете поближе со мной познакомиться. Там цена подписки вообще символическая, она даже смешная. Поэтому, если вы хотите, если вам интересно посмотреть распаковку, то я приглашаю на Бусти. Но сейчас, тем не менее, я вам кое-что из этой посылки покажу. Один из подарков в этой посылке — свитер вот такой молочный, шерстяной. По-моему, там ещё что-то есть в составе, но я не помню. Это бренд Воише. Никогда ничего у них не пробовала. Надеюсь, правильно произнесла. И он просто чудесный. Да, конечно, зима, казалось бы, заканчивается, но весна-то начинается и продолжается. А весной, по крайней мере, в марте тоже прохладно. Поэтому под куртку, под свой оверсайз пиджак-пальто вот этот свитер будет просто смотреться идеально. Фишка в том, на мой взгляд, что он свободный, но не слишком мешковатый. Мне кажется, такое вот соотношение просто идеально. Пойду разбирать этот мусор. Знаете, что вы сейчас увидите в кадре? Что-то очень тяжёлое. Вот этой своей позой я хочу торжественно объявить. Дочитала «Королевскую кровь». Десять частей. Я могла бы это сделать гораздо быстрее, но растягивала на несколько лет. У меня такое сейчас богатство в руках, ребят. Очень тяжёлое, но приятное и любимое. Ждём в марте 11-ю часть именно вот в этом шикарнейшем издании. И буду с удовольствием читать продолжение. Я знаю, что можно сделать это в электронном формате, но хочу в бумаге. Так что буду ждать каждую следующую книгу. Ну, роскошь, скажите. Так, всё. Я не могу это больше держать. Продолжая книжную тему, моя мама сейчас читает «Рассечение Стоуна», и ей так нравится, что порой сложно оторваться. Она читает её практически каждый вечер. А это редкость, чтобы мою маму захватила какая-то история. Теперь я ещё больше хочу книжку прочесть. Она на моих полках лежит несколько лет. Давным-давно её дарила зрительница. Я всегда хотела именно в таком издании, но никак не с этой оранжевой обложкой и глазом. Вообще, она такая ужасная. Как хорошо, что у меня есть вот такая красота. В ближайшее время тоже очень хочу её взять. Повторюсь, мою маму редко какие книги вот настолько сильно увлекают. Это знак. Книга, которую мне подарила подруга на день рождения. Я впервые её вижу, если честно. Давайте покажу, какая красивая. Напишите, если кто-то читал обязательно, потому что я про неё вообще ничего не слышала. Здесь есть иллюстрации. И вот одна из самых красивых. Вау, я читала Брэндона Сандерсона. Элантрис. Ух ты, как эффектно. Элантрис читала, и всё. Подруга сказала, что книга ей очень сильно понравилась. Даже больше, чем Элантрис. Представляете? Ну, конечно, азбука делает шикарные книги, как всегда. Вот моя небольшая коллекция Сандерсона. Ну, как небольшая? Посмотрите, какие толстые книги. Элантрис читала. Тоже одиночная история, вроде как. Но архив Буря Света мне ещё предстоит. Я уверена, что мне дико понравится. Я продолжаю модничать и примерять сумку с разными куртками. В принципе, так тоже смотрится неплохо. И мех сумки отливает розовинкой какой-то. В жизни её меньше. На камере прям очень отчётливо. Оттенок называется пломбир. В принципе, смотрится неплохо. Мне кажется, что эта сумка хорошо бы смотрелась с курткой потемнее. То есть, чтобы создавался такой контраст. Но что есть, то есть. Вот купишь несколько бежевых вещей в надежде, что это будет смотреться просто суперидеально. А оттенки-то разные этого самого бежевого, понимаете? Поэтому невозможно вот так всё предсказать, предугадать. Но в целом я считаю, что красиво. Всё, пошла я на ВБ. Девочки, это победа, потому что мне наконец-то подошёл лонгслив. Рукава идеальные, потому что мне чаще всего короткие. Берём. Ребята, спасибо вам за просмотр. Очень приятно было провести с вами будни, запечатлеть какие-то моменты со дня рождения. Не забудьте, пожалуйста, оценить это видео лайком. Мне будет очень приятно написать комментарий, какие у вас мысли возникли в процессе просмотра, какие впечатления остались. И мы совсем скоро увидимся. Пока-пока.